ну что а я все на том же месте и рядом со мной все тоже kia cerato обновленная которая стоит почти 2 миллиона рублей но теперь она здесь не одна рядом стоит новая skoda octavia которая стоит уже больше 2 миллионов рублей и кто же из них лучше давайте прямо сейчас разбираться поехали большое спасибо вам за активность под предыдущим видео где я снимал отдельный тест-драйв cerato благодаря вам я сейчас взял новую октавию и снимаю их сравнение так что продолжайте ставить лайки подписываться на канал и пишите сейчас в комментариях чтобы вы выбрали из этих двух автомобилей корейца или все-таки немца ну а я начну с cerato в нашем случае это самая максималка вот вообще gt line плюс она называется 1 миллион восемьсот тридцать тысяч рублей и прайсовая стоимость 2 литра 150 лошадиных сил шестиступенчатый автомат если поговорить про изменения по сравнению с дори стайлингом это естественно обновленная морда бросается в глаза это оптика так как у нас gt line плюс у нас есть обвес пороги вот эти красные линии в бампере в решетке радиатора и вот согласитесь очень сложный такой дизайн если мы сопоставим эту оптику которая в нашем случае полностью светодиодная но еще бы она не была за такие деньги светодиодной и сопоставим эту решетку радиатор вот с этими частями с этими линиями в бампере блин да нет так заморочились что реально ну за это нельзя ее не похвалить не буду скрывать что это оптика мне нравится правда вот эти две линии это дневные ходовые огни если мы кстати возьмем первые три комплектации у cerato первые три самые дешевые там будет обычная дешевая галогеновая оптика плюс новый логотип киа который максимально минималистичный если читать его по-русски то тут две просто буквы ки но надо читать естественно не по-русски киа все-таки как никак как вам этот логотип тоже пишите в комментарии плавно переходим к нашему оппоненту и вообще октавия как по мне это такой самый главный соперник цирата у нас в россии точно так же как у октавии цирата да то есть они два самых таких главных конкурентов потому что королла по оснащению уже их ну не догоняет как по мне и по цене стоит ну прям дорого и если мы возьмем октавию и посмотрим на ее дизайн он максимально сдержанный по сравнению с корейцем но согласитесь если вот киа как я люблю про них говорить они кричат о себе заявляют то что они какие-то драйвовые интересные тачки и целятся более на молодежную аудиторию здесь же аудитория намного взрослее намного спокойнее как мне кажется ну потому что даже дизайн об этом говорит все-таки машины это больше для таких взрослых людей все максимально так знаете аристократично просто и со вкусом ну просто да опять же сравните линии в цирата и линии в октавии но здесь же реально все так просто но при этом очень стильно и тоже красиво оптика у нас тоже светодиодная но вроде мне ничего такого нет ну никаких лакированных даже вставок нет максимально простая вот эту вот решетка здесь просто тоже какая-то решетка ну ничего такого абсолютно но нравится как она выглядит вот реально есть в этом какой-то стиль и кстати если просто посмотреть прям напрямую в эти два автомобиля октавия кажется куда шире вот прям реально куда шире цирата как будто прям очень узкая но на самом деле у них там разница всего лишь в 20 миллиметров но это ни о чем вы это даже не заметить вот вроде обновленная и дал или даже как ее называют новая цирата но технически здесь вообще ничего не поменялось вот как было спереди макферсон сзади балка так и осталось когда она только вышла там все насчет балки негодовали но это все фигня на самом деле оказалось точно так же кстати как и октавии потому что октавии спереди тоже макферсон и сзади тоже балка вот как бы разница между ними в этом нет но у октавии естественно более богатая гамма двигателей и коробок но об этом мы сейчас тоже поговорим здесь же 2 литра так как у нас максималка 150 лошадиных сил и шестиступенчатый полноценный автомат помимо него может быть 16 на 128 лошадей это же либо автомат либо шестиступенчатая механика все максимально просто и понятно у корейцев вот как всегда конечно может быть хотелось бы большего выбора и непонятно почему с такой с таким дизайном они сюда не засунули не турбу не робот было бы интересно на цирата в такой конфигурации покататься но такой конфигурации нет даже в корее а вот с октавии дела обстоят поинтереснее в нашем случае 1 и 4 turbo 150 лошадиных сил и полноценный восьмиступенчатый автомат в принципе что вы и просили на то и вы и напоролись ну то есть хотели полноценный автомат не хотели dsg вот пожалуйста сейчас короб октавия тот же самый taos новые если из новых ваговских автомобилей смотреть они все на полноценных автоматах не знаю мне dsg куда больше импонирует вот честно скажу до нас еще не доехала и вообще неизвестно когда доедет октавия с двухлитровым движком на 190 лошадей там будет dsg 7 ступенчатая новая обновленная усиленная все такое вот там будет по-настоящему пушка которая и чипуется который и переделывается до которой в стоке едет правда интересно но пока этого нет это максимум что может предоставить skoda в противовес цирата в принципе разница ну я не знаю не особо то и большая точнее и вообще нет если смотреть на лошадиные силы те же самые а кого-то наоборот атмосфера привлечет больше чем турбина но с чего у меня немножко подгорает то что здесь до сих пор доступен 1 из 6 литра на 110 лошадиных сил это вообще допотопный движок ну да он надежный но ни одна машина с ним нормально не едет то есть тут точно также возможно 6 ступенчатая механика точно также доступен полноценный 6 ступенчатый автомат не 8 как у нас и если брать 1 и 6 цирата на 128 и 6 ступенчатый автомат там там у них разгон до сотни 11 6 секунд здесь же с 1 и 6 автоматом будет 12 и 4 ну то есть та машина очень никуда не едет вот просто никуда только назад наверное это 14 turbo 150 лошадиных сил поинтереснее сегодня их сравним обязательно продолжая тему с изменениями киа цирата по сравнению с дорестайлинговой версии сзади вы видите изменения мне сначала было их очень сложно найти но да здесь поменялся рисунок внутри этих задних фонарей они у мне кажется в предыдущем поколении но в доресте были как-то посимпатичнее что ли там как будто какие-то глаза трансформера просыпались такие знаете здесь же ну просто линии они сделали но это опять же их корпоративный стиль как в какой-нибудь к 5 у нас нету этой сплошной сплошного заднего фонаря который светится но здесь есть абсолютно все опять же тот же самый спойлер это накладка gt line эти лакированные какие-то вставки что-то типа диффузоров опять же какая-то имитация выхлопа и цирата выглядит именно так как будто ее уже доработали наши русские умельцы наши русские тюнеры и вот реально сюда больше некуда приложить руку но это именно вот отличие версии gt line в комплектациях попроще конечно цирата будет и выглядеть попроще там уже не будет этого всего ну а сейчас как считаете не перегружена ли она выглядит вспомните ту же самую к 5 допустим сравнении с супербом вот такая же абсолютная ситуация октавия как и супер они очень кстати похожи сзади выглядят сдержанно точно так же как и спереди вот как-то по-взрослому я не знаю и здесь кстати светодиодная оптика у цирата насколько я понимаю не светодиодная оптика и здесь вот опять же нет ничего никакого спойлера никаких вставок одноцветный бампер все вот максимально просто но при этом блин красиво тоже но согласитесь вот ну два таких самых оптимальных красивых автомобиля кто-то просто отдаст свой голос в пользу октавии потому что она более сдержанная стильная такая спокойная кто-то отдаст голос в сторону цирата ну потому что она вот просто реально кричит о себе кстати у нас новый дизайн дисков что 16 что 17 как у нас здесь они прям такие много спицы вы очень часто спицы здесь получается у октавии такие диски пропельнер пропеллер нова типа они так закручиваются очень красиво когда машина в движении ну и куда же без таких практичных вещей как клиренс и объем багажника тем более skoda это simply клевер к этому вернемся чуть позже клиренс у октавии 180 миллиметров прикиньте год как будто какой-то кроссовер они октавия и 150 миллиметров у цирата плюс у нас еще здесь пороги такие все такое все красиво все классно но до клиренс побольше будет у октавии точно так же как и объем багажника потому что все-таки кузов у октавии лифт бэк и есть сервопривод вот это вообще офигенно конечно октавия здесь в плюсе как ни крути если посмотрим на цирата и и здесь тоже можно открывать снаружи и нет даже автодоводчика такого полного то есть вы понимаете нажимаете на кнопку он отстреливает но не до конца дальше вы доводите сами объем здесь 503 литра объем здесь 567 разница большая она видна заметно потому что октавия лифт бэк цирата нельзя ругать за то что здесь там меньше проем меньше объем и все такое но потому что это полноценный седан кто хочет седан возьмет седан кто хочет лифт бэк кто хочет возить кучу вещей холодильники стиральные машины в своей машине он возьмет октавию плюс здесь смотрите есть всякие сеточки но это естественно все допники нету в нашем случае здесь к сожалению фонарика есть эти рычажки которые складывают второй ряд сидений у нас здесь просто получается я не знаю там объем в полтора куба практически здесь же тоже можно сложить второй ряд сидений но там проем будет маленький ну как бы седан лифт бэк я думаю разницу вы все прекрасно поняли сервопривод конечно штука классная и да не стоит забывать то что все-таки цирата в нашем случае дешевле почти на 300 тысяч рублей вот как ни крути разница все-таки есть 300 тысяч между максималками сервопривод и прикольные такие штуки как в любой другой шкоде это скребок в лючке бензобака и допустим зонтики водительские пассажирские передних дверях прикольно важная оговорка 5 ступенчатая механика тоже здесь доступна с движком 16 как раз а шести ступенчатая будет доступна с 14 вот как здесь на 150 лошадей салон сразу бросается в глаза но я про это уже рассказывал в отдельном тест-драйве новой октавии вот этот селектор кпп да это такая маленькая кнопочка маленький джойстик за которой вот так вот аккуратненько как аристократ берете с двумя пальчиками и вот так вот его переключаете прикольно прикольно в принципе но вопрос удобства но это опять же не те же кнопки на как как на каком-нибудь хенды новом данный тусане а или на санате это все-таки полноценный селектор просто вот к нему нужно вот так вот привыкнуть но не перегружен салон кнопками абсолютно никак по сравнению с cerato здесь минимальное количество этих физических кнопок вот на этой передней панели и когда вы нажимаете вылазит отдельный дисплей отдельное меню который отвечает как раз таки за эту кнопку например климат у нас здесь только регулируется через сенсорный этот дисплей там настройки автомобиля естественно радио и все остальное здесь у нас беспроводная зарядка тайп си разъемы электрический ручник нет система автохолд кстати все возможные подогревы сзади у нас тоже регулируется климата здесь скрываются подстаканники вот знаете как будто чего-то не хватает вот ну реально как будто слишком пусто но материалы здесь реально классные материалы вот здесь мягенько так все классно в дверях тоже здесь у нас даже алькантара в передней панели есть что очень классно и руль я думаю все его знают он двухспицевый классная цифровая приборка который в cerato вообще никогда не бывает недоступна там цифровая приборка там только эти монохромные аналоговые шкалы и ее можно менять блин она реально классная вот за цифровую приборку в шкоде и за материалы я точно могу поставить лайк сидушки прям офигенные но экран головной как будто раньше был быстрее и шустрее что ли то есть сейчас он отвечает за большее количество функций но все равно он как-то подтупливает то есть раньше как будто было лучше кстати он должен у нас еще и жестами управляться на контрасте из октавии пересаживаюсь в корейца и сразу могу сказать что вот прям сразу ощущение материалы хуже но как это все выглядит интересней красивей что ли даже вот взять эту монохромную аналоговую приборку да все равно прикольно выглядит руль вот руль здесь реально классный даже материалы здесь нормальные и как он выглядит кнопки здесь намного удобнее чем в октавии не руль офигенный вот руль точно лучше чем в октавии но здесь изменений по сравнению с дори станлингом cerato нет то есть также двухзонный климат также подогрева всех сидений все находится на тех же местах пластик здесь конечно намного намного дешевле намного дубовий 300 тысяч рублей разница напоминаю также есть беспроводная зарядка юсби стандартные разъемы все-таки юсби разъемы не тайп си что касается головного устройства цирата она немножко попроще попроще из-за своей графики из-за своих цветов потому что в октавии цветов больше из-за этого он выглядит тоже поинтереснее сам по себе он там чуть больше здесь же все пока на кнопках здесь снизу но по настройкам здесь в принципе они идентичны практически вот за исключением этих цветов и более простой графики дав цирата попроще дисплейчик еще такое главное отличие цирата от октавии у нас здесь есть аж память сидений память сидений прикиньте и электрические регулировки у водителя то есть когда вы глушите автомобиль вы отъезжаете назад когда открываете дверь ну и когда закрываете соответственно подъезжаете вперед и у цирата нет обогрева лобового вот это конечно косяк который с дорестайлинга прослеживается в цирате и все об этом говорили в октавии он есть но тут даже его честно сказать кожа намного грубее то есть вот она какая-то ненежная совсем то есть вот прям чувствуется ее грубость точно так же как и пластик ну как обычно то есть у корейцев это классная обертка у немцев это классные материалы не ну как я на октавии кайфую от этой приборной панели реально намного интереснее хоть в цирата не чувствуешься каким-то обделенным но вот эта приборка прям на октавии классно ее можно менять выводить сюда навигацию вводить настройки адаптивного круиза прям классная такая технологичная чувствуешь технологии в машине но да она дороже на 300 тысяч рублей в максималке и даже дороже там у них стартовые цены с которой от которых они только начинают продаваться хочу сказать что вот этот дисплей я хоть и сейчас сказал то что там цирата салон выглядит наряднее все такое но вот этот дисплей в октавии расположен намного грамотнее намного удобнее для водителя потому что он не торчит вот здесь где-то он расположен низко удобно и в него удобно смотреть в него удобно тыкать но конечно удобство вот это управление тем же самым климатом на ходу подогревами еще какими-то мелочами возможно было бы удобнее если бы это все было выведено как раньше обычными регуляторами но все мы понимаем это все движется там в упрощение в минимализм тот же самый в технологии и так далее и вот мы подъезжаем к нашему импровизированному полигону кольцу по которому мы сейчас будем гонять так вот скорость уже сейчас у нас 45 ближе к 50 блин да поведение очень похожее на самом деле у октавии намного мягче подвеска это заметно сразу но поведение там по сносам и по всему остальному очень похожее потому что ну не сносит задницу вообще вот сейчас нас кстати система стабилизации подкорректировала на цирата не было такого цирата нас не корректировал вообще вот да странно вот еще давайте попробуем вот скорость 50 но все-таки октавию начинает пораньше сносить реально октавию начинает сносить пораньше чем цирата цирата на 55 ближе к 60 еще держится здесь же нас уже на 45 начинает сносить начинаешь уже бояться но какая мягкая какая приятная какая такая при этом еще сбитая подвеску в октавии все-таки на цирата она намного жестче в октавии прям кайфуешь в этих сиденьях от этой мягкости подвески и все остальное но от газ в пол как у нас восьмиступенчатый автомат сработает да вполне адекватно вот сейчас был такой жесткий стык я думаю думаю вы слышали как мы его прошли а по динамике октавия будет поинтереснее и шумоизоляция то есть вот вообще шумов слышно по минимуму от тех же самых шин снаружи машины мимо проезжающие практически не слышно в цирата все-таки ну я говорил шумка будет похуже так ну что перевожу режимы движения в спорт и коробку в спорт и просто газ в пол очень деликатно сначала тронулись но потом все равно в букс сорвались ближе к концу первой передачи и 100 и вот на скорости входим в поворот ну блин цирата вот я не знаю сейчас меня захейтит не захейтит но мне кажется цирата дорогу держит как-то поувереннее и получше поспокойнее ты себя чувствуешь там на скорости когда в поворот входишь или еще что то сейчас просто нас так начало раскидывать на кочках что я чуть это не потерялся и да разница в динамике все все-таки заметно ну вот какие выводы цирата жестче но медленнее но при этом чуть-чуть получше управляется октавия намного комфортнее намного мягче но вот это вот управляемость на самом деле вам каждый день и не нужно будет то есть вот здесь самый кайф это в шумке самый кайф в мягкости подвески и вы даже не заметите эти там 0,8 секунд в разгоне до сотни ну потому что динамика что здесь интересное что в цирата с двумя с двухлитровым движком вполне тоже адекватные для города восьмиступенчатый автомат переключает принципе без проблем и двигатель наш 14 turbo здесь вот это вот тоже опять же сразу заметно разница между атмосферным движком и между турбированным атмосферный движок постоянно выкручивает постоянно на верхах где-то переключает чтобы ехать динамично ты его слышишь постоянно здесь же turbo движок и чтобы достичь среднестатистической скорости ну вообще усилий никаких не пролагаешь потому что он там переключается где-то на тысяч на двух тысячах оборотах или даже поменьше все-таки турбомоторы они низовые ну если так можно выразиться еще раз разгонимся в спорт режиме на октавии до сотни коробка у нас тоже в спорте газ в пол такая интересная пробуксовка ее сначала нет она появляется потом как по злому автомат переключает а и 100 и забыл совсем сказать есть какой-то дребезг в салоне постоянные от пластика особенно сзади или откуда-то вот отсюда спереди странно вроде у машины очень маленький пробег она новая но пластик уже скрипит мотор на церата 2 литра он верховой ну в принципе как и любой другой атмосферный корейский двигатель чтобы на нем поехать динамично поехать его нужно обязательно выкрутить там в четыре в пять тысяч оборотов шестиступенчатый автомат к его работе вот реально претензий очень сложно найти какие-то претензии но потому что он достаточно шустро для полноценного автомата переключает не тупит надежный при этом так и это связка там два литра шестиступенчатый автомат известно ну очень и очень очень давно вот прям максимально давно с ней ничего в принципе не случается да сейчас найдутся те кто на пишет про задиры комментариях и про все остальное но насколько я понял вот за всю свою автомобильную жизнь с корейцами здесь как повезет то есть она либо с этим катализатором проездит там 200 300 тысяч километров либо вообще не про не проедет нисколько ну что давайте сейчас протестим нашу балку сзади на церата потом на октавии на нашем таком полигоне так скажем на этом кольце добавляю газу и держу уже с 50 километров в час и вот ближе к 60 ее прям начинает жестко сносить но при этом как я говорил в отдельном тест-драйве церата заднюю часть не заносит то есть она не хочет войти в такой занос знаете у нее начинает сносить именно передок как и у любого другого переднего переднего переднеприводного автомобиля вот еще раз прям добавляю газ 50 и вот ближе к 60 уже за 50 начинается вот этот снос но заднюю часть заносит в последнюю очередь сначала начинает сносить передок интересный факт больше 60 процентов покупателей церата берут ее с двухлитровым движком потому что там разница между 1 и 6 и двухлитровым порядка 50 тысяч рублей всего лишь естественно все хотят доплатить за более динамичный за более мощный мотор потому что там разница в 22 лошадиные силы но она реально заметно потому что на автомате 1 и 6 едет до сотки за 11 6 как я уже говорил а двухлитровый наш вариант выезжает из 10 и это прям динамики для города и даже для трассы если там с умом к этому подходить хватит за глаза расход конечно на церата будет побольше чем на октаве порядка 11 литров в городе она у вас будет есть всегда учитывая включенный климат учитывая печку там зимой и все остальное и по сравнению с дори стайлингом да они технически ничего не поменяли но по сравнению с дори стайлингом как будто церата новая вот эта наша обновленная стала намного жестче я не знаю с чем это связано потому что она прям реально жесткая то есть каждую кочку она чувствует при этом у нас ушла такая искусственность из рулевого колеса из рулевого управления и машина теперь правда очень приятно и понятно управляется вот предыдущий церата как будто такого не было опять же зажали подвеску и изменили настройки электроуроселителя руля но это лишь по ощущениям потому что по официальным данным вообще ничего не делали вообще ничего не меняли ну вот прям бухает на каждой кочке прям вот заметны эти стыки рельсы кочки на ней постоянно но не напрягает то есть такая не зубодробильная подвеска на ней все таки ездить можно это не какой-то там спорткар или еще что-то перевожу режим движения в спорт и коробку в спорт и просто газ в пол небольшая прям еле заметная пробуксовка в начале 60 и давай 100 ну вот о чем я и говорил невзрывная динамика абсолютно почти секунда разница у них с октаве в разгоне до сотку и до сотки опять прочувствовали эту жесткость подвески для города вам этой динамики будет хватать ну правда за глаза шумоизоляция тоже такая немаловажная вещь в церата конечно она будет похуже потому что здесь и слышны шумы от шин и очень отчетливо слышен двигатель если он раскручивается там чуть больше 4000 оборотов даже прям его очень хорошо слышно на разгоне вы сейчас я думаю это прочувствовали ну то есть вот шумку в церата я бы здесь точно доработал и вот еще раз хочу подметить то что на фоне октаве этот салон уже не кажется таким скучным и уже даже не жалеешь о том что они его не переделали по сравнению с дорестайлингом я об этом просто говорил в обычном тест-драйве сейчас на фоне октаве он выглядит как ты даже нарядно что задний ряд сел сам за собой 185 сантиметров мой рост вот тоннеля здесь практически нет то есть посередине я здесь усядусь без проблем и точно таких же три человека как я сбоку еще сядут спокойно можем уехать куда угодно и дефлекторы юсб разъем один правда то есть за него драться придется на заднем ряду пассажирам подогрева задних сидений то есть там наклон спинки адекватные длина сидушки тоже нормальная над головой места полно давайте сейчас сравним сразу же наглядно с октаве смотрите в октаве тут у нас шторки на окнах нифига себе прям но механические но все равно они есть классно и здесь то есть смотрите здесь такая формовка сидений то есть как два ковша таких то есть посередине есть и тоннель и такое возвышение и если я здесь сяду посередине ноги уже как будто некуда девать но опять же из-за тоннеля кстати над головой по месту в принципе еще более менее и здесь если посмотреть на обычных местах перед ногами примерно столько же места как и в цирата и над головой также здесь комфортнее сидеть именно по бокам ну потому что просто такие ковши прям под тебя но в чем еще здесь отличие от той же самой цирата и кстати не в материалах потому что материалы здесь точно такие же кстати не в традициях skoda вообще дефлекторы также здесь есть здесь два тайп си разъема и одна полноценная розетка и здесь можно управлять температурой чисто для задних пассажиров и здесь точно также есть два подогрева сидений то есть управлять температурой по сравнению страты это плюс и вот еще такие практичные фишки skoda это то что здесь такой есть отдельный кармашек под телефон помимо основного такого кармашка в переднем сидения ну то есть поняли да здесь втроем усесться будет намного сложнее в октавии чем в цирата но если вдвоем то здесь будет чуточку комфортнее и вот как обычно разница в цене в нашем случае в 300 тысяч рублей казалось бы это огромная сумма но в наше время при выборе нового автомобиля она оказывается незначительный влечет за собой разные функции разные в принципе автомобиля и кстати функции наполнения не всегда как мы сегодня выпал выяснили в пользу дорогого автомобиля то есть допустим ну в пример приведу самое банальное наличие памяти сидений здесь и отсутствие электрических регулировок здесь но вот что вы выберете сейчас поставьте видео на паузу и напишите октавия мягкая сдержанная но при этом более-менее технологичная машина или все-таки цирата необычная внешняя наполненная максимально по своим функциям вот мне кажется это на вкус и цвет большое спасибо официальному дилеру шкода град авто за предоставленную октавию и еще раз большое спасибо киа центру у нас самаре на урицкого на новоурицкой за предоставленную цирата все ссылки на этих дилеров будут в описании за новыми шкода и киа только к ним пока пока мы тестируем современные какие-то машины вот какие надо тестировать на каких ездить лошадиная повозка простая обычная